На брифинге была затронута тема вынужденного ремонта дорог. На многих участках в Рязани и области ямы просто засыпают щебнем. Многих автомобилистов такой метод не устраивает, но первый зампред правительства пояснил, что данная мера является вынужденной и помимо всего прочего временной. Я сам не сторонник ямочного ремонта, особенно тех технологий, которые сейчас иногда используют дорожные службы по засыпке ям щебнем, при этом известняковым щебнем. Это естественно никудышная работа. Это вынужденные меры, с другой стороны, потому что в дорогах такие большие ямы, что там особенно под водой находят, есть большие риски потерь автотранспорта, который используют наши автолюбители. Еще раз говорю, это вынужденные меры, это разовые меры, это не системный характер. И прошу обратить внимание всех слушателей наших, телезрителей, жителей Рязани о том, что мы никогда не приветствовали и не будем приветствовать такие виды работы. По заявлению Шауката Ахметова, в ближайшие дни на дорогах Рязани начнут работать не менее 14 ремонтных бригад. Ремонт дорог ожидается на улицах Новая, Зубкова, Черновицкая, Молодцова. Капитальный ремонт ожидает путепровод на улице Есенина, ввиду его плачевного состояния. Одна полоса на мосту будет перекрыта до конца капитального ремонта. Не исключается вариант полного перекрытия моста. К сожалению, основные конструктивные элементы уже устали, требуют замены или усиления их. Компетентные организации провели обследование конструкции, предложили нам проектное решение, мы их рассмотрели на техзавете, одобрили. В ближайшее время аукционы будут проведены. Подрядная организация, которая выиграет, аукцион должна будет нам в течение летних периодов месяцев провести соответствующиеся ремонтные работы и обеспечить нам движение безаварийное, удобное движение автотранспорта для всех видов транспорта. Первый заместитель председателя отметил, что уже за отремонтированными дорогами ведется постоянное наблюдение. В случае, если дорога начинает разваливаться до окончания гарантийного срока, подрядчик обязан за свой счет отремонтировать проблемный участок.